Представители 40 стран мира слетелись в Париж на саммит Эммануэля Макрона. Цель благая – изменить глобальную финансовую систему и помочь бедным странам в борьбе с климатическими изменениями. Но кто и почему назвал мероприятие лицемерным гринвошингом? Кто заключил с французами самую крупную сделку в истории гражданской авиации? И как так вышло, что примерно половина Франции на самом деле тайно любит Марин Лепен? Привет, я Таня, живу во Франции и, как всегда, по пятницам мы с вами вместе читаем французскую прессу. Ссылки на все статьи я по традиции оставила в закрепленном комментарии. Давайте начинать. Вчера в Париж прилетели десятки представителей разных стран мира. Все они участники саммита, цель которого – реформа глобальной финансовой системы. Она нужна для того, чтобы помочь небогатым странам получить международное финансирование и преодолеть климатические изменения и бедность. На международную встречу, организованную Елисейским дворцом, прибыли президенты африканских стран, Бразилии, премьер-министры Китая и Брабадоса, наследный принц Саудовской Аравии, канцлер Германии и представитель президента Америки по вопросам климата, небезызвестный Джон Керри, в прошлом госсекретарь США. Список дополнили представители Всемирного банка, Международного валютного фонда и Организации объединенных наций. Дорогих гостей встречала министр иностранных дел Франции Катрин Калана. Открывая саммит, Эммануэль Макрон сказал, В мире много денег, мы не можем полностью изменить финансовую систему, но мы можем заставить ее работать лучше и служить прогрессу. А затем добавил, ни одна страна не должна выбирать между борьбой с бедностью и защитой планеты. Мы будем решать обе эти проблемы одновременно. При этом новый международный финансовый пакт должен уважать суверенитет каждого. Все страны имеют право на свой собственный путь развития. В ходе саммита поднимались самые разные темы. Например, обсуждалась реформа Международного валютного фонда и Всемирного банка. Последний, кстати, пообещал предоставлять паузу в выплате долгов тем странам, которые столкнутся с кризисами. Также обсуждалось введение новых международных налогов для финансирования борьбы с глобальным потеплением и бедностью. Но буквально за несколько часов до появления высоких гостей на биржевую площадь Парижа явились активисты-экологи. Все вокруг они залили зеленой краской и осудили, цитата, «лицемерный саммит гринвошинга». Для справки, гринвошинг – это маркетинговый прием, когда некий товар преподносится как экологически чистый, хотя на самом деле таковым не является. Так вот, у экологов куча претензий к мероприятию. Например, они возмущены тем, что участники саммита хотят облегчить долговое бремя небогатых южных государств, но при этом ни слова не говорят о том, как они вообще оказались в этой ситуации. Никто не осуждает несправедливую систему долгов, которая только усугубляет положение небогатых стран. По данным волонтерской организации «Комитет по отмене незаконных долгов», с 1980 года южные страны заплатили кредиторам в 18 раз больше, чем были должны. При этом уровень их задолженности увеличился в 12 раз. Также вызывают удивление, пишут экологи, что на саммите по защите климата никто даже не планировал обсуждать прекращение финансирования ископаемого топлива и налогообложения для нефтяных компаний. В общем, все это выглядит как масштабная операция по окрашиванию имиджа Эммануэля Макрона в зеленый цвет, пишет на своем сайте общественная антиглобалистская организация АТАК. Мне остается добавить, что саммит длился два дня, вчера и сегодня, и на момент записи видео какие-то важные его итоги еще известны не были. Вторым заметным событием недели стал международный аэрокосмический салон, который проходил на аэродроме Любурже под Парижем. В этом году мероприятие прошло под знаком декарбонизации авиации, и чтобы поддержать эту тему, Эммануэль Макрон объявил о масштабных инвестициях в озеленение отрасли. В ближайшие семь лет он планирует ежегодно выделять до 300 миллионов евро Совету по гражданским авиационным исследованиям, чтобы те могли конструировать новый экологически чистый самолет. Еще 50 миллионов получат стартапы, которые возьмутся разработать небольшие гибридные, электрические или водородные самолеты. Наконец, 200 миллионов евро президент направит на производство инновационного биотоплива. В современные самолеты уже можно добавлять горючее из отработанных масел, древесных отходов или водорослей, но его производство во Франции находится в зачаточном состоянии. Макрон хочет это исправить. Он объявил, что в атлантических Пиренеях откроется крупный завод. На нем будут трудиться 700 рабочих, и к 2030 году предприятие будет выпускать 500 тысяч тонн инновационного топлива. Ну а вернемся на авиашоу, куда президент эффектно прилетел на вертолете. Был ли вертолет экологически чистым, история умалчивает. Президент пообщался с представителями отрасли, посетил стенд французской авиастроительной компании Airbus, а потом заявил журналистам, что Франция должна создавать богатство, чтобы финансировать экологические инновации. И Франция создала. Индийская авиакомпания Indigo купила у Airbus 500 самолетов. Речь о модели А320neo – это среднемагистральный лайнер со сниженным расходом керосина. Сумма контракта – 55 миллиардов евро, и это крупнейший заказ в истории гражданской авиации. Лайнеры начнут поставлять с 2030 года. Население Индии составляет 1 миллиард 400 миллионов человек, и они все чаще летают на самолетах. Спрос на перелеты растет, Индия уже является третьим по величине рынком авиаперевозок в мире. Впереди только Соединенные Штаты и Китай. Airbus надеется, что к 2040 году индийский рынок вырастет в четыре раза. Поэтому хочет выстроить с местными авиакомпаниями прочные и долгосрочные отношения. Тем временем французскую прессу продолжают будоражить слухи о возможных перестановках в правительстве Эммануэля Макрона. Сохранит ли свое место премьер-министр Элизабет Борн? Кто самый вероятный кандидат на ее место? Издание Figaro публикует опрос, согласно которому 63% французов желают отставки Элизабет Борн. Но кто конкретно мог бы занять ее место, ответить затрудняются. Тогда компания Adoxa Backborn, которая и проводила исследования, предложила респондентам ответить на другой вопрос. Кто на посту главы правительства вызвал бы у вас наименьшее отторжение? Список возглавил Брюно Лемер, действующий министр экономики. На втором месте глава региона Оде-Франс, политик от республиканской партии Кзавье Бертран. На третьем месте министр внутренних дел Жеральд Дерманен. Кстати, Брюно Лемер лидирует и в другом списке. Списки министров, которые должны остаться на своих постах, поскольку их работа вызывает одобрение общественности. На втором месте здесь Габриэль Аталь, министр государственных счетов. Ну а замыкает тройку министр обороны Себастьян Лекарню. Зачем вообще нужны все эти перестановки? Поясню. Эммануэль Макрон уже давно хочет сформировать в Нижней Палате парламента, Национальной Ассамблеи, абсолютное большинство. Ну, чтобы проще принимать законы. Однако партия республиканцев, на которую и нацелился президент, никак не хочет формировать коалицию с его блоком возрождения. В этом случае логично было бы раздать республиканцам какие-то важные посты, чтобы снизить количество разногласий. Кстати, за союз с республиканцами выступают не только граждане, 56% опрошенных, но и важные политики. Например, бывший президент Франции Николай Саркази. В любом случае, кадровые перестановки позволят снизить напряжение в парламенте и избавиться от министров, которые работают неудовлетворительно. Впрочем, совсем не обязательно, что новый премьер будет работать лучше старого. Поэтому Макрон вполне может оставить Элизабет Борн, как минимум до сентября. Покажу вам еще один любопытный опрос. Издание Le Journal du Dimanche сообщает, что 42% французских избирателей хотя бы раз голосовали за партию Марин Липен национальное объединение. В 2017 году таких людей было 30%, а в 2021 уже 35%. Налицо растущая поддержка идей госпожи Липен. В числе ее избирателей в основном рабочие и бедные слои французского населения. Но примечательно другое. Оказывается, Липен поддерживали сторонники совершенно других взглядов. 27% избирателей левого политика Жанна Люка Меланшона признались, что голосовали за правую партию Марин Липен. Кроме того, французы все меньше воспринимают национальное объединение как расистскую партию. В 2017 году с этим соглашались 68% опрошенных, а сейчас 59%. Наконец, 47% респондентов думают, что Марин Липен способна управлять Францией. Шесть лет назад такой ответ давали 39%. Однако президентом страны госпожу Липен видит всего 23% опрошенных. А вот ее соратник по партии Джордан Барделла вызывает у людей гораздо большую симпатию. На следующих выборах президента голоса ему готовы отдать 30% участников опроса. Впрочем, мотивы избирателей Марин Липен с годами не меняются. 39% ответили, что полностью разделяют ее идеи. 61% голосуя за нее, высказывает недовольство другими политическими силами. Тем временем тот самый Брюно Лемер, любимец публики, но пока еще скромный министр экономики, решил навести порядок во французских государственных финансах. Он обещал к 2027 году сэкономить для казны 10 миллиардов евро. Для этого он предлагает постепенно отменить налоговые льготы на ископаемое топливо, а еще изменить кое-что в сферах здравоохранения, трудоустройства и в жилищном секторе. В здравоохранении предлагается снизить количество больничных листов и сократить расходы на лекарства. Во Франции, если вы вдруг не знаете, пациентам возмещают стоимость многих медикаментов. Для этого нужно предоставить в аптеке рецепт врача и карточку медицинского страхования. Позднее уплаченная за лекарства сумма вернется на счет. В жилищном секторе власти сэкономят за счет отмены системы Пинель. Я рассказывала об этом в прошлом видео. Ну и за счет пересмотра процентной ставки по жилищным кредитам. Кроме того, когда уровень безработицы в стране будет снижаться, размер пособия безработным будет уменьшаться. По словам Брюно Лемера, речь идет не о жесткой экономии, а о возвращении к нормальной жизни. Напомню, что французскую казну истощила пандемия и энергетический кризис, бушевавший этой зимой. Цены на энергию взлетели до небес, и властям пришлось оказывать дорогостоящую поддержку и бизнесу, и гражданам. Теперь, когда оба кризиса позади, мы больше не можем тратить так много, заявил министр. Сейчас наш коллективный долг – защитить страну от долгов. При этом введение новых налогов не планируется, кроме, пожалуй, одного. Правительство рассматривает возможность ввести новый налог для компаний, управляющих французскими автодорогами. Поясню. Почти все автомагистрали во Франции являются платными. Ими управляют несколько десятков частных компаний, которые заключили концессионные договоры с государством. Концессия для справки – это разрешение на работу с государственным имуществом, которое власти выдают частному бизнесу. Так вот, министр транспорта Климан Бонн пояснил, что в последнее время прибыли этих компаний значительно превосходят уровни, прописанные в договорах. Министр хочет обложить эти денежки новым налогом, чтобы операторы автодорог не смогли поднять стоимость проезда для автолюбителей. Средства нужны, цитата, для ускорения энергетического перехода на транспорте. К 2040 году страна планирует построить много мегарельсовых железных дорог, и на это ей требуется 100 миллиардов евро. Друзья, если вам все понравилось, вы можете поставить лайк этому видео и написать в комментариях все, что думаете по поводу услышанного. Ну а если вы считаете, что моя работа достойна вашей финансовой поддержки, вы можете воспользоваться функцией «Спасибо». Найти ее можно, нажав на троеточие возле кнопки «Поделиться». Возвращайтесь в следующую пятницу за свежим обзором прессы. Буду ждать нашей встречи. Пока!